Программа развития общественного транспорта, представленная накануне депутатом Горсовета, устроила их не во всем. В первую очередь народные избранники заявили, что систему транспорта в городе нужно развивать более значительными темпами. Подробности у Дениса Денисова. В протяжении длительного времени в городе наблюдалось снижение объема перевозок общественным транспортом, и только в 2018 году данный показатель стабилизирован и остался на уровне 2017 года. Из доклада руководителя Департамента транспорта следует, что это своего рода победа. Однако депутаты стабилизацию посчитали недостатком и захотели увидеть планы развития. Реформа системы общественного транспорта, говорили они, началась весной и обещала качественный скачок. Однако пока его не произошло. Резонанс реформы большой очень. Мы должны ее рассмотреть всесторонне, в первую очередь учитывая пожелания граждан. Были допущены ошибки, их надо исправлять. Назвать программу успешной мэрия готова, если будут достигнуты следующие показатели. На 2% вырастет пассажиропоток, на 4% средняя скорость автобусов. И на 4% снизятся затраты бюджета на одного пассажира. На все это затребовано около 800 миллионов ежегодно в течение трех лет. Однако с учетом пожеланий видеть развитие, а не стабилизацию, депутаты посчитали сумму недостаточной. Необходимо сокращать время ожидания автобуса, обновлять машины, повышать их экологичность. Если мы говорим о основных направлениях, связанных с улучшением качества оказания услуг, с доступностью среды для инвалидов, улучшению экологической обстановки в городе, вообще улучшение, скажем так, качества оказания этой услуги, то мы должны понимать, что при ограниченном крайнем бюджете добиться этого невозможно. К сожалению, отметили депутаты, в программе даже не стоит такая задача – поиск новых источников финансирования. И все потому, что этот документ о стабилизации, а не о развитии общественного транспорта. Нужны другие подходы. Все пожелания депутаты изложили в протокольном поручении администрации города и отложили рассмотрение программы до следующего заседания комиссии. Денис Денисов, Сергей Раков, 7 канал.